Спасибо большое. Белорусские коллеги очень много сделали для подготовки к сегодняшней встрече и действительно подготовлен целый ряд важных документов по ключевым направлениям нашего взаимодействия. Мне кажется, что приоритетное значение нужно передать сегодня состоянию дела в экономической сфере, тем более что рост экономики государств в Содружество в 2019 году составлял 3,4%, а в этом году будет лишь 1,8%. То же самое можно сказать и о инвестициях, которые значительным образом сократились. Это серьёзный элемент нашего сегодняшнего дня, который нужно иметь в виду, так же, как и сокращение внутреннего товарооборота между странами СНГ. Разумеется, эти тенденции нельзя рассматривать в отрыве от ситуации в мировой экономике. Она оставляет желать лучшего. Однако нашим странам вполне посилована сформировать собственную повестку развития, генерировать крупные инвестпроекты, совершенствовать деловой климат, не дожидаясь улучшения внешней конъюнктуры. Для эффективного противодействия влиянию глобального кризиса необходимо развивать и наши интеграционные связи. Значимым шагом в этой связи можно считать подписание в 2011 году договор о зоне свободной торговли в СНГ. Надеюсь, что она будет развиваться и окажет своё положительное влияние на торговые и экономические связи. Не менее важно способствовать формированию в наших странах предсказуемой и безопасной деловой среды, как я уже об этом сказал. На решение этой задачи направлена деятельность создаваемого сегодня Межгосударственного Совета по противодействию коррупции. Необходимо наращивать взаимодействие в правоохранительной сфере в целом. К нынешнему заседанию удалось согласовать целый ряд среднесрочных программ, предусматривающих конкретные меры по противодействию оргпреступности, терроризму, незаконному обороту наркотиков. Подготовлена концепция сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. В рамках Содружества хорошо зарекомендовала себя практика объявления тематических годов. Нынешний год посвящен вопросам охраны окружающей среды, следующий планируется объявить годом туризма. В качестве одной из приоритетных задач рассматриваем разработку стратегии развития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года. Страны СНГ располагают уникальным многообразием культурно-исторических и природных достопримечательностей. Необходимо повышать их доступность, развивать региональную транспортную инфраструктуру, инвестировать в создание совместных объектов. У нас, например, в Беларуси есть хороший проект с 2012 года, функционирующий. Формируется крупнейший в Содружестве проект протяжённостью 220 км водный туристический маршрут по Днепру, по пути из Варяг в Грекию. Схожие проекты прорабатываются нами с Украиной и Азербайджаном. Я вот недавно в Азербайджане был, сам с удовольствием посмотрел, как развивается Баку, походили по центральной части города. Мы просто замечательны, уверены, что если люди будут об этом знать, будут знать о том, что происходит в наших странах, интерес будет постоянно возрастать. Реализация межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» также, на наш взгляд, будет способствовать развитию туристических обменов. Поддерживаем предложение об объявлении в 2014 году культурными столицами СНГ городов Алма-Ата и Ош. Разумеется, необходимо продолжать работу по сохранению и укреплению общего гуманитарного пространства Содружества. Месяц назад в Минске с большим успехом прошёл уже восьмой по счёту форум творческой и научной интеллигенции СНГ. Уверен, что проведение таких мероприятий и впредь будет способствовать развитию контактов в культуре, науке и образовании. И в заключение хотел бы особо отметить важность совместной подготовки к празднованию 70-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны. Наш общий долг перед поколением победителей достойно отметить этот юбилей. Первые шаги мы делаем уже сегодня, принимаем решение об объявлении 2015 года в СНГ годом ветеранов Великой Отечественной войны. Проработку юбилейных мероприятий нужно начинать заблаговременно. Многое предстоит сделать будущему председателю Содружества Украине. С 1 января 2014 года она принимает эту работу на себя. Мы готовы оказывать украинским друзьям всестороннюю помощь и поддержку. Благодарю вас за внимание.